Маршруты я разработал за сегодня, чтобы и тренировки сделаем. Трасса чемпионата мира по лыжному ориентированию держится в строжайшем секрете, поэтому разрабатывать маршруты тренеру сборной Болгарии приходится пока по вот такой карте. В атлетическую деревню делегация заселилась два дня назад. Сразу по приезду на балконах появились национальные флаги. Кстати, лоджии к состязаниям полностью достроить не успели, но гостей это не смущает. Нет ни минусы, просто у людей время не осталось. Я знаю, что вы готовитесь, чтобы этот общежитие за следующий год за универсиадом будет. Нормально, здесь все чисто, все потихоньку. Я сказал вам, только примерно, смотрю, что на террасе надо там под поставиться, там какой-то террикот или что-то. Это очень маленькие проблемы, которые я думаю, что после соревнования весной все будет. Атлетическая деревня чемпионата мира расположилась в кампусе СФУ. Новое общежитие почти на полторы тысячи мест. Послезавтра примет более сотни спортсменов из 21 страны. Здесь есть все. Кухня, хоть и кормят три раза в день интернет, а также комната отдыха с телевизором и видеоиграми. Универсиад! Да! А вот так готовятся волонтеры. Для многих 22-й чемпионат мира по лыжному ориентированию – это подготовка перед работой на универсиаде. Более 200 ребят сегодня прошли специальный инструктаж и получили форму. На самом деле она очень крутая, потому что о такой форме мы уже давно мечтали. Мы видели первые пробные версии, скажем так. И мне кажется, что она крутая. Она удобная и, надеюсь, что теплая. Церемония открытия чемпионата запланирована на 7 марта. От Красноярского края в сборную страны вошли пять человек, а это половина команды. Соревноваться будут на трассах Академии биатлона. Там для этого подготовили 115 километров дополнительной лыжни. Кстати, во время состязаний в спорткомплексе горожан ждут некоторые ограничения. Конечно, нельзя будет покататься во время проведения соревнований на санках, на лыжах, на спортивных трассах. В этой связи мы приготовили альтернативные места отдыха, выходные дни и праздничные. Это наш стадион, который располагается в Березовой роще, в студенческом городке. Более активно можно поработать на острове Татшо. Зато красноярцев ждут в Академии биатлона, чтобы поболеть за наших спортсменов. Цена билета от 150 до 300 рублей. Кампус Сибирского федерального университета в 2019 году будет исполнять роль атлетической деревни Зимней универсиады. И чемпионат мира по лыжному ориентированию станет первым тестовым состязанием. И покажет, готов ли красноярц принять соревнования международного уровня. Виктория Столярова, Владимир Антонов, Новости ТВК.